привет друзья ну что режим самоизоляции включу что может лучше чем сходить еще раз в лес но у нас недавно выпал снег было до минус 5 градусов я утром просыпаюсь все белое вот такой слой снега ну давай пипец я думал уже не увижу снег в этом году ну сейчас все расставило счать это плюс 5 сегодня будет где-то плюс 7 поэтому как видите я не особо ты разделся сегодня наконец-то я созрел для того чтобы добыть огонь вот этими своими собственными руками как говорится очень много знаю как раз разжигать огонь как добывать огонь и очень много знаю разных способов абсолютно но именно добыть огонь без нихуя грубо говоря у меня никогда я никогда не пытался знание есть опыта 0 бля и вот мы сегодня посмотрим а что стоит знание ну конечно если руки из тоже не жопы растут что стоит знание без опыта конечно это намного сложнее чем если опыт но представьте что вы где-то там что-то слышали где-то что-то знаете или посмотрели вот это мое видео и вы оказались такой ситуации когда у вас нихуя нет вам нужно срочно добыть огонь добыть сможем ли мы добыть огонь и насколько просто это будет плюс мы пожарим просто обалденные два окорочка больших таких куриных они будут окорочки в беконе это я сам не думал что так можно делать и обнаружил такой рецепт и вот решу и решил сегодня вам показать уже пошел березовый сок везде висят эти бутылки влеть народ собирает березовый сок кто-то собирает нормально то есть делать аккуратные вырезы всякие эти свишет аккуратно бутылочку и уходит домой а вечером приходит забирает а кто-то блять пидет берет топор нахуй хуярит блять по березе так что блять наполовину и разрезаю чтобы побыстрее тюк сок быстрее долбоебы уроды блять уродов хватает везде как я здесь недавно смотрел как чувак набитаем на небитаемый остров пришел на небитаемый остров где нет нихуя и весь берег засран весь берег засран бутылками пластиковыми бумажками вы скажете откуда мусор ну с океана принесло людей плавая в океане выкидывают нахуй прям с кораблей мусор и это все естественно прибоем все к берегу с одной стороны это пиздец с другой стороны повышает шанс на выживание того кто окажется на этом необитаемом острове ну что друзья поехали так надо повесить сумочку есть абсолютно сухая сушнина вообще кусочек дерева сверху вообще уже половина нету но она еще держится абсолютно сухая вот здесь у нас учетчик большой раз мы делаем здесь как он вгрызается все-таки в дерево блин просто пиздец я пришел дальше тестировать весит он вообще ни хрена ну чё чё сегодня такой сумочкой без полива как говорится и очень удобно папа все лайфах что если сходить в лес с таким большим мясницким тесаком и вот он вот он наш замечательный тесак я сделал ему ножны из березовой коры из бересты плюс я обмотал ручку ему тоже берестой вот такой тесачок как вы думаете сколько он стоит 4000 рублей 400 рублей это серьезно 400 рублей 3 миллиметра толщина стали это не ржавейка скорее всего мы сегодня проверим что это за пиздец продукт он херачит только в путь без проблем кости перерубает без проблем а сегодня мы его затестим на дереве на дереве естественно топор я не взял взял тесак и посмотрим что это такое убьем его ну пусть не все-таки это не те деньги которые это нужно которые жалко и тем он и хорош а если он покажет себя еще и нормальным как если бушкрат по дешману добрый брат братва классно так что сегодня протестим хера втыкается бля в ухуд что пора пиздец но он тонкий ну и прежде чем мы начнем надо перекусить я как всегда утром ни хрена не ел только пришел и для этого у нас есть бутерброды с колбасой просто эффективно вот они бутерброды с колбаской блин на природе так здорово перекусить реально очень приятно то не пробовал прошу попробовать сегодня взял всего лишь один литр воды вот чел блин как всегда я говорю лето считай воды нигде нет приходится много тащить воды но сегодня так как я ничего не завариваю ничего не варю и разогревать ничего не собираюсь кроме как курицу для курицы не нужна вода так что я взял литр мне этого вполне хватит чтобы просто попивать потихонечку вот мы здесь можно крышку повесить хорошее дерево господа ну утром ротик с колбаской сегодня идеальная погода ветра общения ну может один метр в секунду все это время стояла как сухая погода все в принципе сухое потому что для начала естественно нужно попытаться разжечь огонь методом трения добыть огонь методом трения практически идеальных условий потому что там дальше уже до идет уже усложнение но если ты в идеальных условиях можешь ну почти идеально в сухом лесу груб горя имея там какой-нибудь инструмент для этого все дела то это уже хорошо сосны скрипят я смотрел когда-то фильм изгой если не смотрели посмотрите там чувак попал на неопитаемый остров и он вот пытался методом трения добыть огонь у него не получалось очень долго когда он наконец-то это сделал это было просто вы не все в жопе бы он и не питаем остров не все в жопе все плохо и тут он добыл когда огонь нам почувствовал себя это буду праздник это был прям он про все забыл это был такой эйфория такая потому что относится круто круто я думаю я сегодня смогу добыть огонь я почувствую что чувствовать человека на не питаем острове и горизонты наши расширится потому что ты знаешь ты в любой ситуации без спичек без нихера все равно выживешь я кстати стали ноги на этом называться на это на эту ситуацию это уже сейчас всякий набор выживания блять продают цены бешеные какие-то только я спорю на эти наборы выживания прямо что обычный человек ну нихера с ним не выжить если не сможет это применить ну и там куча всего говна который оттуда надо нахер выкинуть пошла такая тематика выживание набор выживания заго апокалипси как я здесь в магазине стоял передо мной мужик две тележки и огромные две тележки еще сверху с горой прям набрал сам в маске на побыстрому быстро откатил их джипу джип такой-то огромный то что закидал по газам это зомби зомби нападут туда ажиотаж на туалетную бумагу был боярский сказал ребята лучшее средство микробов это 40 градусов на наш любимая беленькая ну а то что покупают люди туалетную бумагу да у них просто по носу я представляю сейчас сидят таки с гора туалетной бумаги у них в уголу блин и такие сука какой же я долбаю блять где там подсознание я нашел такую сушнину абсолютно сухая вот она даже вообще учатся упадет кусочек березы нам нужно вот этого все эти все отодрать собирать вот это вот еще о все можно больше не искать до хренища у нас все миштяк ой тут пал смертью храбрых какой-то какая-то птица вообще ни хрена не осталось все съел зверюшка какая-то или смотри как растопку мы нашли теперь нам нужно добыть сделать сверло сверло вот я нашел кусок упавший сосны и уже он здесь давно висит давайте из него сделаем сверло как-то непривычно работать таким инструментом вот решилась немножко прикольнуться а вдруг это будет какая-то откровением он давайте так делаем сверло но конечно должно быть прямой давайте вот отсюда до сюда не вышло а вот неплохое сверло да что мы мучаемся едрить мадрид крепенько и такое крепенько и да где наша мора все раньше я таким ножом относился скептически и запас нас выручка это все дело выглядела кухонно и вот решил попробовать что там эти четыреста девяносто рублей да в принципе не деньги почти почти нам такой большой тоже не нужно где тут надо ума 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 а хрена острая зачем хороша она смоленистая его реально очень крепко и сухая еще нам нужно типа доски такой ну здесь доска на минуту и конечно то чем мы будем упирать это сверло вот это я думаю под подойдет расхерачить ее не должна быть сухая не должна быть вот из нее сейчас вот так вот и обрублю и будет у нас такая доска чем мы будем упирать вот кстати как эту херню вот эту веточку на с собой взять она очень сухая очень это сосновая сосновая или еловая веточка и здесь какая сухая и тоненькие веточки здесь итак я нашел дерево она не лежит на земле значено сухое я решил прямо этом дереве вот наше сверло делаем надрез еще вот так вот сверлим маленькую дырочку делаем тоже дырочку чтобы здесь не надо никаких этих тут просто дырочку что наше сверло все не соскочил все глубине надо старый шнурок он у меня от старого ботинка ну хороший шнурок вам и лук забыли надо лук еще сейчас и звук это срезал такую палочку небольшую здесь сделал надрезы двух сторон сейчас мы эту шнурочек привяжем и сюда тоже не надо в эту натяжку надо чтобы примерно чтобы эта палочка вот так вот так и вот так вот свободно вставлялась и все можно даже вот так вот наметить примерно еще здесь вот завязать вставляем сюда и проживаем этой дырочкой сюда никогда этого не делали бы супер интересно что получится так не под ту руку я сделал вот так вот ну что с богом как говорится поехали сука слишком слишком это слишком свободно вот видите опыта нет ну что ж так понял не дурак дурак бы не понял так мы и натянул побольше опа вот теперь кажись все вот теперь кажись ништяк будет стоять мне куда так ставим сюда и так это просто блин как мне казалось когда смотришь блин когда кто это делает мать его за ногу ну что попробуем ухо эпическая сила вообще не крутится чуть-чуть пошла вроде вот такое мать твою так что она не крутится а вот я себе тушь сырю не прямой шли получается блять хренеть то есть все должно быть идеально прямой вот это надо срезать укоротила теперь она у нас практически идеально прямую здесь сейчас нам должно быть все нормально ну-ка давайте по идее должно да опыт ничего не заменит опыт ничего не заменит но пошла дара тувак есть еще веревку на как держать она как-то норовит убежать фух блин надо надо как-то так шли сила начинаешь давить она сука перестает крутиться что-то попахивает сейчас у меня огонь вот здесь вот попахивает сук а здесь нихуя у меня здесь будет огонь были да все таки получается даже такое лежачье дерево оно мокрое а если хоть она хоть чуть-чуть мокрое все пиздец ничего не получится получается тогда мы взял я вторую палку нашел этим мы будем прижимать тут я тупо сделаю углубление небольшое так я перебазировался на землю все таки потому что это нереально оказывается надо реально чтоб еще ништяк держать что ли ногой ебли как горит опыт накапливается сам постепенно а а а а а а а Сверху опять дымилась Мне как бы хуй она сверху дымится Сука, блядь, из принципа достану, падлу Так, ладно Это кладем вниз тогда Еще надо, блядь, подобрать древесину Сука, пиздец, полный Ладно, это и будем убирать, раз уж ты так хочешь Раз уж ты так хочешь Сучка, падла О, горячая, сука Коричневый труд А это один из признаков того Что из этого нихуя не получится Это вот я читал Надо искать другие, другие деревяшки, блядь Срубил стоящую, сосну сухую Надеюсь, она попрет Еще, блядь, подходящее дерево надо найти Пиздец, мать твою, заново, а Пиздец Опять верхняя палка дымится Что такое, блядь Дымится и коричневый труд Ну что же за блядь, или не коричневый Что за блядь, что блядь Сука Пидерасы Пидерасы Падла Сука Пидерасы Вроде заново Пидерасы Блядь Сука Пидерасы Пидерасы О, кажись чёрный, кажись чёрный, кажись чёрный, блядь, кажись чёрный, так, давай, родная, сок, давай. Фу, я уже не знаю, какая по счёту пятая, шестая деревяшка, которую я нахожу, прям мать её за ногу, как-то аж сработает-то, блядь, дубль 3022, полный пиздец. Да, друзья, ничего у меня не получилось, блядь, столько палок, посмотрите, я не знаю, блядь, штук 20 я уже всё изъехерачил, всё испилил, ничего не вышло, блядь, я не знаю, сука, это пиздец, это пиздец. То ли мне не попало 100 древесина, которое надо, то ли мои знания недостаточны для этого, но я, блядь, столько всего пересмотрел, блядь, столько всего прочитал, блядь. Я уже сверло заменил, блядь, я уже все породы деревьев, которые здесь только были, блядь, попробовал. Идёт только коричневый труд, вот этот идёт. А должен быть чёрный, сука. Говорят, что коричневый, и хуй он там даст уголь. Так оно и есть, хуй он дал мне уголь. Я заебался, я три часа хуярил, три часа, блядь, а... Фух. Вот единственное, чего хорошо, это, блядь, шнурок выдержу. Быстрепался, но выдержу. Ну, это шнурок Columbia, от Columbia, это фирма экстремальных, экстремальной одежды, и это не реклама нихуя. Здесь вообще рекламы нет. Вот это тоже не реклама, это чисто мой опыт, блядь. И в итоге, эти ботинки износились за несколько лет, несколько лет носились. Я их выкинул, а шнурки остались. В общем, друзья, я тут представил, когда у меня просто уже опустились руки, я представил, а вот если всё, ну, взять или умирать, или, сука, кровь из нос, и дальше продолжать. Тут стало страшно. Блядь. Сейчас, конечно, не стоит. Я могу запросто развести костёр, у меня есть зажигалка. Ну, твою мать, как же это тяжело, и какой это пиздец, блядь. Это пиздец. В общем, братва, мы ещё, конечно, попытаемся, я попытаюсь, я буду пробовать, пока, сука, не получится. Ну, не сегодня, потому что я уже просто заебался, у меня заебался, сука. А ту деревяшечку, которую я всё-таки когда-нибудь найду, из которой пойдёт чёрный уголь, это вот, его нужно как огниво хранить за пазухой, блядь, сука. Потому что я туда из золота появляю, из него потом тереть, блядь. В общем, надо брать, блядь, сука, спички, зажигалку, огниво, всё это нахуй брать, блядь, чтобы вы не оказались в такой ситуации, когда просто вы просто заебётесь. Не ебётесь. Вот так. Не шмогла, не шмогла. Но я очень старался, ребят, бля, пиздец, я применил все свои, сука, знаний. Ой, блядь. Ну ладно. В общем, в этом деле, добывание огня путём трения, нужно тренироваться. Мало знаний теоретических, ребята. Не с первого раза, далеко не с первого часа, далеко, блядь, сука, и вот ты. Пока ты это искусство, пока ты этим овладеешь, должно пройти время. И много-много-много-много попыток подмечания тонкостей всяких, чувствовать это всё. В общем, будем накапливать опыт, потому что вот вам, пожалуйста, пример. Никакая теория не заменит вам практики. Даже если вы будете, блядь, пиздец, ходячая энциклопедия по выживанию, хуй вы выживете. Так что опыт. Это тест для настоящих мужчин. Очень неплохо. У нас пока тоненькая, ладно. Это была тоненькая. Берём крупнее. Очень даже неплохо. Очень даже почему-же. Так, ещё толще берём. Интересно, что будет с заточкой. Я даже не знаю, какая здесь сталь. Посмотрим. Один недостаток я уже выявил. Это то, что им нельзя забивать топором, как молотком. Вот это да. Это да. Плохо. Пока всё идёт неплохо. Ещё толще. Это тоже свежее. Ну и веса немножко не достаёт. А то он тонкий, вгрызается неплохо. Ну, в принципе, очень даже. Уже с такими уже можно что-то сварить. А если учитываешь, что это всего 400 рублей, это вообще замечательно. Ну, и самые толстенькие. Ну, и самые толстые, а самые толстые, которые я рублю обычно. Уже не так легко. Но он это сделал. О, ещё один плюс. У него можно смотреться, как в зеркало. Видите себя? Всё. Всё. Это пиздец, братва. Пизда ему. Он не вылезет. На грузке. Вот, смотрите, что бывает, когда вы пытаетесь рубить дрова мягкой, нержавеющей стали. Вот так, всё. Не то, что кромка, блядь, а тупо вообще ушла в сторону, нахер вообще, пиздец. Вот, что с ним произошло. Это пиздец. Это реальный пиздец. Это всё. Вообще жопа. Совсем уж будешь маном выживать вам не получится. Рубить все эти дрова с мелкими, такого бы не случилось. Но он стоит крупный всё, пиздец. Это чисто для кухни, братва. Для кухни он неплох. Неплох. Хотя, если попадётся какая-нибудь такая косточка, случится вот то же самое. Вот это и есть фигня за 400 рублей. Хотя выглядит вроде неплохо. Ну, теперь мы это знаем, братва. Лучше топора. Ничего нет. Вот сейчас здесь будет костёр. Нам нужен немножко вертикальный, как раз, сюда в эту. И маленький, выворотен нам в помощь. Как же классно, когда есть зажигалка. Моя родная. Вообще. Только тогда начинаешь ценить. Когда сам пытаешься добыть огонь. Я понимаю этого мужика из изгоя, из фильма, когда он добыл. И он реально герой, бля, я его понимаю теперь. Ооо. Это пиздец, если честно. Вот так раз и всё. И чудо свершилось, мать. Удивительно. Берите спички. Берите с собой зажигалку. Ой, бля, 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 бля. Кстати, нам этот чехол больше не понадобится. Можно его сжечь. А, потому что... О, тесак, конечно, говно. Восстанавливать я его не собираюсь. Это пиздец, бля. Он того не стоит. Лучше пусть как растопка. Аба. Пойдёмте. Ещё мелкие можно порубить им. Добьём его нахрен. Добьём. О, пошёл турбоподдув. Вот наша курица. Замаринованная с лучком, с майонезом. Со специями там. Разными. В общем, пипец. Плюс здесь ещё бекон. Бекон замаринованный. Тоже. Всё вместе, в общем, в кучу. Так. У нас здесь две такие рогульки я сделал. Для двух как раз штук. Ага, у нас красота. И невозможно наглядеться. Вот у нас. Посмотрите, какая красота. Учу, кстати, можно отдельно потом пожарить. Значит, так, берём. Нанизываем. Так, у нас хватит длины-то, блядь. Хе-хе-хе-хе. Лёг, такой, блядь, сделал, сука. Так. Ну, сюда. А эту можно подогнуть. Ничего страшного. И сквозь сухожилия. Оп. Ништяк. О. Бекон у нас вот такой длинный. Ну, берём его вот так вот. И вокруг курицы завязываем. Ай, за звук у себя. Ну, неизбежность, как говорится. Так. Один. Вот так. Второй. И сюда протыкаем. И вот так вот у нас ставим рогульки и всё жарится. Понимаете? На вертикальном костре на маленьком вывороте. О. Сейчас переворачивать будем вот так вот. Просто крутим его. И всё. И вот так вот. что друзья вот наш лучок замечательный на елке а просто невероятная курочка вы вообще идеально получилось ничего не соскочила бекон так остался на курицы бывает накладочки я вообще пирас это делаю так что холодно ну что давайте попробуем все таки шойду на такое здесь приключилась и лучше ну поехали удивительный удивительный вкус ребят бекон пропитал курицу сверху отдал из жиры сам такой хрустящий стал такой знаете какой как будто свиной шашлык с курицей но это непередаваемое ощущение ребят интересная штука мне понравилось притом нежнейший а бекон прям аж тает туман все прожарилось мучок тоже пропитался маринадом невероятно устал конечно прям сложно но как узнаешь конечную награду и здорово снял себя одного клеща сегодня представляете сука ползет прям по руке ползешь прям обалдел давно их не видел через у нас их мало я так знаете приблизил но потом взял себя в руки и все стало нормально главное регулярно осматриваться ну раз 15-20 минут просто смотреть со всех сторон снизу они ползут снизу эти гады ну и по приходу домой во первых перед уходом осмотреться все куртку снять все осмотреть штаны там все и по приходу домой естественно тоже все снять осмотреть все тело раздеться все одежду тоже осмотреть не надо этого бояться ребят надо просто знать с чем ты имеешь дело и правильно применять меры безопасности от я не скрою стремно обогнеть хорошо что я бекон тоже в маринад бросил Вместе с курицей. Ресторан все закрыт, кафе закрыто. А нафига нам это надо? Лучше любого ресторана. Спасибо, что смотрели это видео, друзья. Выходите в лес. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова